Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Я обещал своим подписчикам подготовить рассказ о нашествии монголо-татар на Русь-матушку. Сразу скажу, это очень коротко, все версии этого грандиозного исторического события мне изложить не удастся, поэтому я разобью повествование на несколько роликов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе выхода последующих частей. Кнопочка подписаться внизу под видео. Итак, начну. Монголо-татарская ига на Руси. Многие историки вполне резонно сомневались и сомневаются в том, было ли оно, это татаро-монгольская ига. И откуда взялся этот термин, ставший для нас вполне привычным, монголо-татары. Это что, схожие народности? А если вооруженные столкновения, большие сражения все-таки имели место, то кто же воевал и с кем? Вопросов, как всегда, очень много. Попробуем вместе распутать этот клубок. Сегодня я начну с основной книжной версии событий. Повторю вкратце урок истории за седьмой класс. Конечно, если в учебной программе по истории не произошло кардинальных изменений. Именно классической, или по-другому сказать, энциклопедической версии, я посвящаю этот первый ролик на эту тему. Все началось с объединения кочевников. Образовалось войско у берегов реки Анон, еще за три десятилетия до появления его на русских рубежах. В его составе преобладали монгольские феодалы и их дружинники, которые съехались со всех уголков степи. Своим верховным правителем они выбрали Тимучина, которому позже дали имя Чингисхан. Под своим началом он объединял множество кочевых племен. При этом пришел конец внутренним междоусобицам. Образовалась прочная экономическая база, обеспечивающая развитие нового государства. Несмотря на благоприятные перспективы, власть выбрала не мирный путь, а повела свой народ по тропе войны и агрессии, организовав со временем монголо-татарское нашествие на Русь. Цель этого похода заключалась в легком экономическом обогащении. Поскольку свое скотоводство являлось маловыгодным, решено было пополнить ресурсы за счет грабежей соседних народов и племен. Под конец жизни Чингисхана монголо-татарам принадлежала значительная часть территории от Каспийского моря до Тихого океана. Это не явилось поводом для прекращения планирования новых походов. Основным секретом успеха монголо-татар считается продуманная стратегия и политическая ослабленность завоеванных стран. Тактика воинов сводилась к внезапной атаке и раздроблению сил противника по частям с последующим их уничтожением. Монголо-татарское нашествие на Русь С приходом к власти хана Батыя было решено покорить русские земли. Монголо-татарское нашествие на Русь началось с города Торжок. Поначалу жители давали значительный отпор противнику, однако численность врага была настолько высока, что силы убывали. В результате двухнедельной осады монголов Торжок покорился 5 марта 1238 года. Безжалостные кочевники вошли в город и начали истреблять местных жителей. Убивали беспощадно всех, начиная с женщин и детей, заканчивая старыми людьми. Беглецов нагоняли по дороге на север и подвергали той же участи. Точная численность войск Батыя, вторжихся в русские земли, неизвестна. Большинством русских дореволюционных историков размер Орды определялся в 300 тысяч воинов. А с учетом отрядов, примкнувших по пути, и отрядов народов, покоренных на пути к Волге, озвучивалась цифра в полмиллиона человек. Схожие оценки давали советские историки. Монголо-татарское нашествие на Русь продолжалось неудачным захватом Новгорода. К моменту подступа врага все подходы к населенному пункту были перекрыты. Хану Батыю ничего не оставалось, как продолжить свой путь мимо. Он двинулся на юг, разоряясь, сжигая города, оставляя на их попелищах убитых жителей. Вереница пленных русских тянулась вслед за захватчиками. Добыча становилась тяжелее, обозы неподъемнее. С таким страшным разгромом прежде Русь не была знакома никогда. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия достигли кульминации в 1257 году. По Руси проехали монгольские чиновники с целью устроить перепись населения, обложив всех тяжелой данью. Фактически это означало установление на Руси иго монголо-татар. Князья лично оказывали помощь монголам в вопросе переписи. После этого события начался тяжелый период двухсотлетнего иго. Восстановление городов оказалось неподъемным. Сложные ремесла подрываются и вовсе исчезают на ближайшие 150-200 лет. Торговые связи с другими субъектами разрываются. Официально признается Русь под гнетом Орды с 1257 года. А вот падение иго монголо-татар связывается с именем Ивана Третьего, правившего с 1462 года по 1505. Ну вот я коротко изложил то, чему учат в школе и других учебных заведениях. Об этих событиях снимают фильмы и сочиняют сказки. Но на мой взгляд вся эта история сама является сказкой. Этого на самом деле никогда не было. Все это повествование притянуто за уши и к реальным событиям 12-15 веков на Руси не имеет никакого отношения. В своих последующих роликах я надеюсь вам это доказать. Подписывайтесь на мой канал. Будьте в курсе выхода продолжений этой темы. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.